Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- прошел стрим немножко о нем поговорим и видим что я не могу развернуть lineage 2 мобайл потому что purple как всегда обновился если я сделаю весь экран у меня вылетает кучу тысячи миллионов просто ошибок и мне приходится в таком формате записывать видео в целом мы поговорим в этом видео о групповых подземельях потому что новичков интересует со скольких статов ну какие нужно иметь статы чтобы проходить эти подземелья именно в соло потому что никто не хочет делиться аденкой и опытом очень много дают адены и опыта ну и финальная награда ордена славы там очень неплохие данжи которые нельзя пропускать поговорим о них но хочу сказать пару слов о вчерашнем стриме там я много людей просто игнорил как всегда то что когда я начинаю что-то рассказывать я увлекаюсь и начинают ну какой-то монолог и пока его не выскажу я не могу обращать внимание на всех других людей о том что я пересматриваю свой стрим и читаю все комментарии конечно вчера кто-то мне задонатил немножечко на шаурму денежки спрашивал там за штаны какие лучше если хочешь напиши мне в приват эти расскажу какие штаны но там ничего сложного одни штаны должны у тебя быть для pvp это как защита и сопротивление а другие штаны у тебя должны быть это там давать какой-то стат там весь урон точность примеру урон огнем я видел там штаны короче вот таком плане должны быть две пары штанов потому что штаны без штанов видно трусы как говорится ладно мы это не будем записывать поговорим о данжах давайте если мы откроем подземелье нажмем вот сюда групповые данжи для четырех человек начинаются эти даже с 50 уровня вы можете проходить вы легко проходите все данжи ну кроме казармы кетра надо кайтить бобов по кругу мы поговорим о данжах которым уже больше года тайное хранилище не буллита состава пиратов кайт похоже на серый алтарь они похожи чем-то эти два данжа в целом поговорим о том как проходить эти данжи вот если вы новичок вариант номер один кто-то собирает в чате да вы только начали играть вы 50 уровень взяли и часто кто-то пишет в чате типа возьму в данж до эти люди в основном бывают это когда вы бы это мировой босс на карте сих ну всех кто давно знаю есть мировой босс на карте и в это время как раз проходит олимпиада к такому бы отступников вот именно после вб после олимпиады или перед вб олимпиадой в основном люди ходят в данже или вечером тоже самое проходит олимп проходят какие-то мировые события и после этих событий ходят в данже в основном и как понять может ли вас этот человек провести в этом данже вы от нажимаете на любого игрока от не важно кто просто отберу а брау да какой-то вар хата просто неважно я конечно сейчас приближу монитор немножко будет расплывчатая картинка но ну я не могу ничего сделать и не могу сделать больше клиент потому что он выбивает ошибку просто увеличу сейчас экран чтобы было виднее но будет немножко мутновато на талан так а брау берем и мы если нажмем на ник он там примеру если вот одно место а брау есть то в данж одно место и мы должны понять он проведет нас данже или нет мы нажимаем на а брау если это старые сервера нажимаем поиск в рейтинге 576 человек из этого рейтинга это где-то 65 уровень наверное одета примеру на данный момент он может вас провести даже вот возьмем персонажа дрова кто попадает рейтинг это люди которые ну зависит от уровня это зависит от уровня и этот рейтинг не распространяется на другие сервера если там в топ 100 может быть примеру 74 там плюс на других серверах может быть это 68 топ 100 то тоже смотрите ну на всех серверах свои топ 1000 игроков по уровням к это вариант номер один так вариант номер два у вас есть четыре твина 50 уровня это тоже можно рассматривать что проходить вот эти данжи вот эти данжи храм печати мы поговорим и вот это данж раз вот эти данжи они легкие серый алтарь застава пирата кайт тайное хранилище небулита они легкие если застава пирата кайт и серый алтарь и там примеру на вас идут волны мобов потом конце там босс вы можете собрать своих твинов но один твин должен быть обязательно хил с групп хиллом потому что вы не пройдете так вас забьют мобова закончатся банки и вы умрете там на каком-то этапе ну или без групп хила вы затариваетесь баночками вот такими вот рыженькими баночками которых у меня сейчас нет и обычными баночками затариваетесь и заходите проходите данж но это вариант такой это дорого если с рыжими баночками проходить это очень дорого мы как бы нам нужно адена без заданы ла 2 м никуда хил с групп хиллом арб с групп хиллом хотя бы и тогда вы спокойно проходите застава пирата кайт и серый алтарь помню когда только вышли вот этот вот эти раз два три подземелья тот эти два подземелья легко проходились как бы вот это подземелья тоже проходилось но если у вас были персонажи там слабые какие-то то получается что мы бы успевали убивать кристалл в этом подземелье тайна хранилище не булита нужно защищать кристалл я вставлю вот видосик нашел где раза еще маленького уровня я со своими твинами проходил этот данж вот такой кристалл нужно защищать если его убивают то данж провален вы сами должны понимать ну чтоб соло проходить эти данжи вот эти 1 и 2 и 3 данжи у вас должен быть я буду говорить именно за мага это 140 защиты 120 точности и 85 урона это примерно чтоб вы им соло могли проходить но чтобы перед тем как пробовать вы затарьтесь баночками как красными так и желтенькими баночками и тогда заходите и вы спокойно пройдете но у вас должны быть скиллы если вы маг это красный скилл снежный шторм и удар пламени это зеленый скилл который появляется сразу же как бы его не тяжело достать но без красного скилла лучше туда не заходить снежный шторм он вносит хороший импакт но то же самое если мы возьмем к примеру глада у глада свои плюшки да вот тройное рассечение которое можно приобрести у торговца клана тоже 3 врага то же самое и по остальным классам там нужно сотреть то же самое если у вас есть вот пример вот такой скилл при убийстве врага восстанавливает 10 хп очень прикольный скилл вот вы понимаете насколько он полезный когда вы убиваете трех врагов вы восстанавливаете 30 хп очень крутой скилл также сейчас появились мотив евы это при успешной атаке восстанавливает хп тоже вот такие вот свиточки появились для новичка очень дорогие то на них как бы акцент не делаем целом понимаем да второй способ это вы берете четырех твинов заводите в данж у вас есть у одного твина групп хилы это обязательно орб это второй способ третий способ это вы соло проходите это вы там 60 уровень у вас есть если я беру мага снежный шторм у вас 150 защиты у вас 85 урона вы набираете кучу баночек как красных и желтых и тогда в соло пробуете проходить остановитесь я вот тоже вставлю видосик у меня просто есть там видосики там папочка я просто кидаю иногда видосики вот средний данж я на разе прохожу код свою тмобы но я без желтых банок его прохожу хочу сложный данж соло пройти думаю пройду если набрать банок вот сложный танж для меня будет как для новичка легкий данж тоже соло проходить я думаю если так рассматривать потому что я узнал что при прохождении заставы пираты кайт ну и то же самое серый алтарь есть как бы у данжа три уровня сложности это легкий средний и трудный и вот каждый уровень дает вкусней награду если в легком данже вот возьмем примеру застава пирата кайт если в легком данже мы возьмем мы увидим что легкий данж там волны мобов идут по 80 мобов вот берем средний данж волна мобов становится и сотни мобов и опыт больше за этих мобов по д не надо сравнить конечно попробовать возрастает и количество мобов от сложности данжа то же самое себя в трудный пойду мне очень интересно сколько в трудном кто трудный проходит напишите сколько какое количество мобов именно в сложном данже застава пирата кайт пожалуйста напишите в комментариях под видео поговорили о трех способах прохождение данжи это застава пирата кайт серый алтарь тайное хранилище не булита вот соло тайное хранилище не булита если у вас не будет урона хорошего то его сложно пройти вы хоть будете там выживать убивать мобов но из-за того что у вас там 60 урона вы просто не будете вносить урон мобов и они просто убьют раньше кристалл чем вы убьете мобов и rb еще такой нюанс если вы дальник тайное хранилище не булита отходите от самого кристалла потому что если у него мало хп босс сам бьет массухами и он зацепает этот кристалл и может добить кристалл если там такая ситуация произойдет так теперь перейдем храм печати это самый сложный данж который был на тот момент когда он только вышел первый раз когда я ходил мы ели его прошли потому что у арба закончилась mp там не даже где-то видео есть с тех времен как я проходил этот даже вроде бы где-то там есть на канале так вот этот данж нужно если вы новичок вы твинами не пройдете это дат к сожалению вот как я говорил брать в чате и сотреть чтобы вас провели ну искать то вас проведет в этом данжа вам нужно искать кто вас проведет вот одно место смотрим поиск группы нет в рейтинге это значит какой-то слабый персонаж нет в рейтинге вот дит я знаю точно вот 397 рейтинг так групповое подземелье храм печати будет самым сложным там же потому что птенец он просто там получается от волна rb вместе с охранниками сначала нужно вырезать охранников потому что охранники кидают сало а сало так сказать она не дает возможность пользоваться магии арбы не могут хилить а маги не могут наносить урон в этом данже есть один секрет уже много все кучу людей об этом данже уже все как бы прошли это все уже все рассказали есть волшебные углы как понять какой угол прятаться потому что если вы становитесь в нужный угол к вам в этот угол приходит рб а охранники они убивают просто и вы убиваете сначала rb а потом убиваете охрану пати из четырех человек слабые там 50 уровне только взяли 50 уровне без кол вы умрете в этом также вам нужно искать на этот данж кто вас проведет потому что второй босс получается птенец и последний босс пятый пятый босс он кидает кровотечение если арб не будет снимать это кровотечение это кровотечение жрет очень много хп плюс это кровотечение не дает ну хуже хили вы хуже захилюйтесь то очень быстро сжигает ваше хп не раз мы умирали там если какой-то неумелый орб ходил вместе с нами в это подземелье примеру вам нужно если вы идете пачкой там 55 уровней 70 атаки там 100 точности там 120 защиты вам нужен орб с крестом уже на это подземелье храм печати нужен орб с крестом и групп хилом это обязательно или кто вас проведет типа вот вроде меня вот такой дядя розе вас проведет на изи вы просто постоите в сторонке и легкий данж я на изи вас проведу если вы только начали играть взяли 50 уровень добречки как дядя розе вас проведут данж храм печати не рекомендую новичкам ходить если вас кто-то не проведет вот застава пирата кайт тайное хранилище не буллита это как бы и серый алтарь это изи с групп хилом там казармы кетра тоже думаю в пати очень легко пройти если кайтить побал кто-то кайтит побал остальные бьют ну так давайте пройдемся еще раз по данжам серый алтарь получается 3 этапа на каждом этапе на вас идут мобы зависимости от сложности данжа там 80 данжа средний данж это 100 мобов доходите до 3 этапа убиваете волну последнюю мобов появляется кристалл убиваете кристалл появляется последний босс убиваете последнего босса все изи казармы кетра получается тоже 4 волны там 6 охранников и 1 рб вот три волны ничем не отличающиеся вы кайтите мобов там убиваете четвертая волна из трех боссов 6 охранников тоже кайтите ничего сложного и последнего босса убиваете он там слабенький такой хиленький могли бы и посильнее сделать что-то поинтереснее как алкут примеру со своими телепортами такой аджа аджа просто аджа тоже несложно и тайное хранилище не буллита вы появляетесь такой комнате где посредине стоит кристалл идут волны мобов когда вы убиваете всех мобов с этих волн появляется босс которую ну вы убиваете и даже на этом заканчивается вам нужно охранять кристалл потому что мобы бьют кристалл у кристалла есть хп не сохраните кристалл провалите миссию застава пиратов кайт очень похожа на серый алтарь очень похожи эти данжи друг на друга они практически одинаковые только немножко декорации меняются и там в конце немножко по-другому придумали тут получается последний босс тут нет кристалла есть босс который призывает охранников охранники в основном слабые сам босс очень сильный очень хорошо наносит урон там свои вертушки делает мечом там аджа аджа тоже очень больно почему ты purple такой включенный скажи мне а рам печати это сложный данж для новичков нужно искать кто пройдет вам этот данж потому что вы даже твинами из групп хилом не сможете пройти этот данж нужен хотя бы орб с крестом и вы должны быть теста защиты должны быть всем выше у вас должны быть выше ста защиты ну и все должны быть на своих чарах если вы пойдете твинами примеру между окнами очень сложно там кооперироваться то вы можете потерять кого-то или всеми просто провалить миссию рам печати нужно искать кто вам пройдет в б я пропустил в и последний данж завершает марафон данжи это спасти рядового солиса появляется солис которого нужно защитить данж похож на данж не булита только цель защиты перемещается ничего не меняется практически по геймплею в конце когда отбиваете волны мобов появляется финальный босс у меня есть предположение что босс появляется через определенное отведенное время босс хатура очень круто выглядит на мой взгляд чем rb медуза в мире адена или хисел ром или босс с биор из воды цвет подходящий и вы убиваете финального босса данж заканчивается так ну в целом я вам рассказал все за данжи то как бы что я знал там поправляете меня то что я иногда тоже рассказываю очень интересные вещи потом пересматриваю мне просто очень стыдно но в целом я рассказываю то что знаю как бы как я проходил как я вижу игру у каждого взгляд свой и возможности свои кто-то проходит по-своему я не спецом я путаю надо слова иногда термины но если вы играете в эту игру вы должны меня понимать что я имею ввиду то давайте всем до новых встреч всем мир всем добра всем хорошим людям